На что потратить миллиард рублей? И о чем говорит жительница Подмосковья, которая выиграла эту сумму? Ранее в компании Столото назвали имя первого России лотерейного миллиардера. Это Надежда Бартыш, которая получила билет в подарок на день рождения. Михаил Сафонов продолжит. Первого в России лотерейного миллиардера искали все новогодние праздники. Позже выяснилось, что победительница Надежда Бартыш была на каникулах в другом городе и объявилась, как только вернулась в свое Подмосковье. Оказалось, что счастливый билет ей на день рождения 31 декабря подарили дети. В лотерею женщина играет регулярно, покупает билеты по праздникам. В этот раз не собиралась и все равно купила. Это было первое, о чем Надежда Бартыш рассказала, когда получила сертификат на миллиард рублей. На этот Новый год я как бы не хотела. А тут у меня, собственно говоря, 31 декабря день рождения. Ну вот шла, но все покупают, но я купила. Ну идем по рынку, и я там что-то два билета или сколько купила. Я просто сказала, говорю, а у вас еще пачка есть? Он говорит, а вам этого мало? Типа, что это самое? И все, я говорю, ну и все. И мы пошли. У меня не было такого, чтобы я, допустим, вот сижу и думаю, ух, я выиграла. У меня такое. Я даже честно забыла об этом. Суета, стол, посуда, вот это вот. Позже в компании Столато сообщили, что, по словам Надежды, жизнь ее из-за выигрыша не поменяется. Она будет, как и прежде, вместе с мужем заниматься бизнесом. Мы выяснили, речь идет о частном охранном предприятии. Это маленькая компания. Средняя численность персонала, по данным системы Spark, 11 человек. Прибыль по позапрошлому году примерно 4,5 миллиона рублей. В 222 раза меньше, чем выигранный миллиард. Мы связались с коллегой мужа, Бартерш Михаилом Алексеевичем. В его словах и интонации читается. Ничего особенного не произошло, подумаешь. Все хорошо, все тихо, спокойно. Пока все нормально. Для вас насколько неожиданным стала история вся эта? Да нормально все. Вот какая история. Ну, порадовались за них? Ну, естественно, естественно. Ну, а как же, Копалка? Хоть немножко вылезет. Не отмечали еще? Нет, нет, пока нет. Сама победительница пока еще до конца не осознала. А вот дальше могут произойти не самые приятные события. Пример 2017 года. Пенсионерка из Воронежской области выиграла в лотерею полмиллиарда. После этого ее атаковали вымогатели. Угрозы в соцсетях, просьба о помощи. Женщина боялась выходить на улицу. И как летом сообщали местные СМИ, просители и вымогатели ходить к ней не перестали. Впрочем, это касается крупных сумм. Жительница одного из архангельских поселков Наталья Цокорова как-то выиграла в лотерею 700 тысяч. Завистников она отшивать умеет. А из всех проблем было только отчитаться в налоговой. А вот крупные выигрыши могут испортить жизнь. И дело не только в, скажем так, социальных болезнях. Многие счастливчики страдали ими и до выигрыша. Деньги только ускорили течение. И, кстати, они, как правило, очень быстро кончаются. Дело еще в том, что большие деньги требуют и большой ответственности. Только кажется, что можно накупить квартир и всю жизнь жить на ренту. Но нужно еще и следить за своей недвижимостью, решать проблемы жильцов и так далее. Для того, чтобы быть рантье, нужно уметь управлять своими активами. Можно поручить это кому-нибудь другому, но тогда придется следить за его работой. Когда у Надежды Бартерш спросили, на что потратят деньги, она ответила, купят себе какое-нибудь украшение. Видимо, понимание, что такое миллиард, еще не пришло. Но это нормальный человеческий процесс.